Раскоп Древний Фафанова Ивашов вспомнил, как бегал в детстве после школы на место падения истребителя. В первый раз ребятишки обнаружили почти целый фюзеляж и мертвого летчика на крыле. Видимо, пилот хотел посадить неисправный или подбитый планер и при сильном ударе погиб. Во второй раз летчик был уже без одежды, а в третий раз пилота не было. Здесь и парашютные пряжки, и ремешки, и шлемофон. И наконец-то вот найдены номера. У нас и мотора найден номер, правда он сломан. И еще номер вот самого фюзеляжа самолета. Номер оказался 3121. Это у него, соответственно, марка самолета и завод-изготовитель. 21-й завод – это завод Горький. И, соответственно, вот 13-58 – это основные номера. Это 13 – это серия. И 58 – это номер фюзеляжа. Основные поиски начались с 4 августа этого года. К членам поискового отряда «Рубеж славы» присоединились ребята из военно-патриотического клуба «Юный разведчик». Это их первый опыт работы в полевых условиях. Руководитель отряда Сергей Рыбаков рассказал, как правильно пользоваться металлоискателем и на что обращать внимание при осмотре местности и в процессе раскопок. Ребята с удовольствием поработали саперными лопатами и получили массу впечатлений. Мы первый раз принимаем здесь участие. Нам все, конечно, очень нравится, очень интересно, захватывающе, как проходили эти бои. Мы получили большое удовольствие от этого. Вот уже приняли участие в раскопе, да? Что особенно запомнилось? Тяжелая работа? Работа тяжелая, надо копать, все просматривать, все внимательно рассматривать. Но вот находим патроны, боевые гильзы, находим разные мелкие детали, которые дополняют одну большую картину. Не женская работа? Ну да, нет, не очень сильно. Но это было достаточно интересно. И когда смотрю, что ты нашел, уже забываешь о усталости. За время поисков в раскопе удалось обнаружить фрагменты фюзеляжа, шасси, крыльев, личные вещи погибшего летчика, много целых патронов от пулемета БС. По номеру фюзеляжа удалось установить, что машина была изготовлена на ленинградском заводе ГАЗ. Основным материалом при изготовлении самолета были сосна, березовый шпон, фанера и модифицированная смолами древесина, так называемая дельта-древесина. Их куски также были найдены в раскопе. Летчики прозвали лак летающим роялем из-за фанеры, покрытой лаком, и лакированным гарантированным гробом из-за низкой надежности. Самое главное, что мы должны определить теперь фамилию летчика. Поработал с документами, но уже порядка двух недель работаю с документами. Мне известно, что в 180-м полку, которые были в 46-й авиадивизии из группы генерала Петрова, кроме МИГов, там присутствовали еще и лаги. У них есть потери от 28 ноября. Они потеряли два лага. Известны даже имена летчиков. Это Бесов и летчик Фисенко. Но Бесов вернулся в свою часть. И погиб уже 17 декабря под Конаково. Этому есть подтверждение документа. А вот с летчиком Фисенко большая неизвестность. Самое интересное, неизвестно даже имя и отчество этого человека. Только фамилия. Фисенко. Но это пока только возможный вариант. Потому что, начиная с начала декабря, здесь присоединилась 10-я смешанная авиадивизия. В ней был 168-й истребительный авиаполк. В 13-й серии вооружение было уменьшено до одного крупнокалиберного пулемета БС и одной пушки ШВАК. На истребителе были установлены 6 ракетных орудий для реактивных снарядов РС. Кстати, два из них были найдены в раскопе. На куске двигателя удалось найти еще один номер. Правда, не полный. По этим данным Сергей Рыбаков установил, что лаг принадлежал 168-му или 180-му полку фронтовой авиации Западного фронта группы генерала Петрова. Еще много придется поработать с архивными документами, чтобы определить фамилию погибшего пилота. По словам Рыбакова, работе мешает неснятая секретность Министерства обороны. Кстати, это 39-е место падения крылатых машин Великой Отечественной войны, найденное членами отряда «Рубеж славы».